Музыка После того, как 5 февраля были заявлены планы по решению проблемы обманутых дольщиков, одна из схем была заявлена с выкупом торгового бизнес-центра «Салават Юлаев» у застройщика «Крона», группы компании «Крона». И вот, как я и обещал, мы приехали посмотреть, что же собирается покупать наше любимое государство у застройщика, который попал в трудную ситуацию, и вообще порассуждать о том, насколько эта схема сработает, какие в ней есть риски и какие есть опасности как для государства, так и для дольщиков, которые ждут от этой сделки определенного решения. Вкратце напомню, в чем заключается идея, которую сформировало правительство совместно с застройщиком. Идея эта заключается в том, что правительство, республика выкупает вот этот вот замечательный бизнес-центр «Салават Юлаев» в свою собственность. Банк, не буду называть название, потому что тут как раз есть элемент некий, пока интригия, понимая, что у застройщика существуют достаточные средства для начала строительства, софинансируют эти процессы. И после этого у застройщика, у Крона должно сформироваться необходимое количество денег для достройки жилищного комплекса «Серебряный ручей». Собственно, для начала, чтобы понять всю эту схему и ее риски, давайте поговорим о деньгах. Принято считать, по оценкам специалистов и так далее, в том числе и уже разобравшихся в ситуации дольщиков, что для достраивания жилого комплекса «Серебряный ручей» в Деме необходимо порядка миллиарда и четырехсот миллионов рублей. Этих денег сейчас у застройщика нет. Наряду с этим у застройщика есть некое количество активов. Вот один из этих активов – этот бизнес-центр «Салават Юлаев». Пока правительство держит в тайне сумму покупки, стоимость этого бизнес-центра. Более того, я могу сказать, что конечная стоимость на данный момент не существует, потому что она будет сформирована в результате технической оценки и экспертизы здания и сооружения. Но у меня уже есть информация о том, что сумма покупки будет где-то около миллиарда рублей. А много это или мало, надо понимать, исходя из того, что бизнес-центр – это 22 тысячи квадратных метров в общем, и порядка 17 тысяч квадратных метров в полезной площади, площади которой можно занять офисами и сдавать в аренду. Ну, в общем, так или иначе, получать из этого деньги. Несложный подсчет показывает, что стоимость квадратного метра, по которой правительство собирается выкупить это помещение, колеблется где-то от 43 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от того, как будет оценено окончательно это здание. И мы должны рассмотреть два аспекта. Первый – насколько это успешно решит проблему жилищного комплекса «Серебряный ручей», поставит ли эту точку в этом вопросе, удастся ли застройщику достроить жилищный комплекс до финала на эти средства и так далее. И второй вопрос – это целесообразность, правомерность приобретения государством подобных активов, надо ли или не надо это для республики, содержится ли в этой сделке какая-то коррупционная составляющая или все-таки ее нет. В общем, вот эти два вопроса будем, мы, наверное, сейчас анализировать. Для начала порассуждаем о главном, о судьбе дольщиков жилого комплекса «Серебряный ручей» и как на их судьбу и на судьбу их домов повлияет появление денег от продажи этого бизнес-центра у застройщика. Судя по всему, суммы в 1,4 млрд рублей вполне достаточно для достраивания жилого комплекса «Серебряный ручей». Напомню, что там дома, которые должны быть сданы, находятся в очень разной степени готовности, начиная от нескольких литеров восьмого дома, которых не существует вообще в природе, и заканчивая девятым-десятым домом, степень готовности которых очень высока и где-то колеблется в районе 93-95%. Если у застройщика появляются средства на достраивание домов, то, безусловно, девятый-десятый дома будут теми самыми быстрыми успехами. Я не уверен, что девятый-десятый дом действительно сдадут в июне, но, вероятнее всего, в течение лета его сдадут по определенным причинам, и мы поговорим чуть позже о них. А то, что касается домов 12-13-8, я думаю, что при наличии достаточных средств их достраивание вполне реально. Одним из опасений, которые сейчас уже высказываются дольщиками, является то, что связан ли факт получения денег застройщикам с достраиванием домов. Ну, говоря проще, не сбежит ли застройщик в обнимку с этими миллионами куда-нибудь далеко в Германию. Здесь, конечно, проанализировав ситуацию и проконсультировавшись и с Минфином, и с банковскими структурами, я пришел к выводу, что, наверное, такая схема невозможна. И вот почему. Деньги, которые придут к застройщику, это будут деньги очень разного рода и двух видов, условно говоря. Первые деньги – это деньги от продажи вот этого бизнес-центра, и эти деньги заплатит государство. Вторые деньги – это кредитные деньги, которые добавят банк для того, чтобы было достаточно денег на достройку. То есть, если мы ориентируемся на сумму около миллиарда рублей за вот этот вот замечательный бизнес-центр, то еще примерно 400 миллионов добавит банк. Дело в том, что подобные суммы, конечно, никогда не выплачиваются сразу, да, это, в общем-то, и не нужно технически. Потому что ни выплатить, ни потратить достаточно оперативно подобные суммы денег практически невозможно, по крайней мере, в рамках тех процессов, о которых идет речь. Конечно, это проектное финансирование, а вот эта магическая формула о проектном финансировании, она, конечно, требует расшифровки. Много раз звучала эта фраза, никто ни разу не пояснил, что это такое. Так вот, эта форма финансирования, по крайней мере, со стороны банков выглядит так, что застройщик исполняет определенный объем работ, который прописан заранее в плане, ну, это в данном случае что-то вроде бизнес-плана, когда говорят там, условно говоря, вот нам нужно там 70 миллионов, чтобы достроить 9-й, 10-й дом. Эти деньги выделяются, дома достраиваются, составляются документы, так называемые КС-2, КС-3, это формы по сдаче работ строительных, и передаются банку. Банк, в свою очередь, оценивает ситуацию и продолжает дальше финансирование, то есть, ну, уже по следующим этапам. Соответственно, ну, особенно много украсть нельзя, и, соответственно, контроль достаточно серьезный со стороны кредитной организации, потому что, помимо того, что банк, ну, как бы исполняет некую социальную функцию, ограждая дольщиков-собственников от вот таких вот рисков, банк, конечно, в большей степени печется о своих деньгах, и это нормально. И как раз поэтапность финансирования и контроль каждого этапа есть залог того, что деньги банка не пропадут, а будут, как минимум, истрачены целевым способом. Безусловно, что и Республика Башкортостан, как приобретатель этого бизнес-центра, тоже не будет оплачивать всю сумму сделки сразу, хотя, конечно, с юридической точки зрения покупатель не имеет права контролировать там какие-то дальнейшие действия должника или там продавца, условно говоря, вот этого имущества, но я думаю, что между правительством Республики и застройщиком будет достигнута, если неформальная, то негласная договоренность о том, что деньги, которые будут выплачены за вот этот бизнес-центр, конечно же, будут потрачены на достройку Серебряного ручья. Я уверен в том, что механизм контроля будет определенным образом осуществлен. И вообще, если честно, я впервые за все время пришествия Хабирова в Башкирию, впервые искренне аплодировал его действиям, в том смысле, что вот эта сделка по решению вот этой проблемы Серебряного ручья, это действительно креативное решение, это действительно очень смелое решение. И здесь мы впервые, пожалуй, что пока что единственный раз видим ту самую легендарную решительность Радия Хабирова, которая воспевается во многих, значит, мифах и легендах вокруг него ходящих. Однако, действительно, это настоящая смелость, потому что смелость и решительность – это не способность довести до слез беззащитного министра на совещании, а именно способность взять на себя ответственность за подобное решение, за достаточно спорное решение, которое неоднозначное, которое нужно отстаивать и которого нужно добиваться. В данном случае, да, действительно, мои искренние аплодисменты Хабирову и его команде в плане креативности вот таких решений. Однако, еще бы хотелось рассчитывать на то, что сам процесс решения и процесс реализации вот этого плана будет, ну, как минимум, последовательным. На самом деле, довольно много подземных, подводных камней в этом процессе в том смысле, что одно дело сказать – заявить, другое дело – реализовать. Я нисколько не допускаю, что Хабиров плохо разбирается в механизмах государственного финансирования, однако, судя по всему, он намеренно опустил из своих выступлений и своих, значит, заявлений на эту тему детали, которые, безусловно, будут сопровождать эту сделку. Дело в том, что государство и государственные деньги – это не просто какой-то огромный такой мешок, набитый пачками ассигнаций. Дело в том, что бюджет республики – это сложный механизм, вторгаться в который, модифицировать который, изменять который достаточно непросто. И на самом деле, как бы это ни странно ни звучало, одной фразой или воли руководителя республики не вполне достаточно на то, чтобы выделить миллиард из бюджета республики. Даже при наличии 12-миллиардного резерва, который уже, пожалуй, что три раза распланирован на ближайшее благодеяние, которое уже обещано республике, даже из этих резервных средств будет непросто получить этот миллиард. Я имею в виду и бюрократию, и определенные процедуры, которые необходимо осуществить и в рамках бюджетного планирования, и в рамках согласования с Государственным собранием, которые так или иначе все-таки контролируют бюджет республики. Но в общем, проблемы есть. Я очень рассчитываю на то, что Хабиров с свойственной ему решительностью и последовательностью добьется от своих подчиненных, от людей, занимающихся уже конкретными задачами, как минимум здравых сроков решения этой проблемы. Теперь о государстве. Государство довольно редко покупает что-то незапланированное. И в данном случае, конечно, это исключительный случай, когда государство само предлагает купить у кого-то что-то, скажем так, неочевидное ему нужное. Уже начались такие разговоры и рассуждения о том, насколько целесообразно и правильно вот это решение о приобретении у кризисного застройщика его актива. Рассуждения эти абсолютно правильные в том смысле, что вообще нужно подвергать сомнению и обсуждению все процессы, которые идут в государстве. Это абсолютно нормально. Другое дело, что рассуждать и обсуждать это нужно с точки зрения экспертных оценок, с точки зрения логики, которую преследует государство, а эту логику как минимум нужно понимать. И вот попробуем в этом разобраться. Что мы имеем по факту? Республика Башкортостан покупает в собственность вот это замечательное здание площадью 22 тысячи квадратных метров для не вполне понятных причин, хотя уже есть предварительная формулировка, зачем нужно республике это здание, якобы здесь будет находиться какой-то дом бизнеса. Вообще вот эти вот все богадельни, там, дом башкирского бизнеса, колыбель предпринимательства и прочее ТПП, конечно, у меня вызывает абсолютно отчетливое отвращение. Давно известно, что бизнесу не нужно мешать, бизнесу не нужно и помогать. Достаточно не мешать. Но, ладно, как бы ни называлось это все, это все переходит в собственность республики. В принципе, если вот спрашивать меня отстраненное и брать мое персональное мнение, я не считаю, что это плохо. И вот почему. Как минимум деньги не просто потеряны. То есть у нас государство с легкостью теряет миллиарды и десятки миллиардов рублей на всякие лунные программы и прочие, значит, забавы Рогозина, и потом нисколько об этом не сожалеет. В данном случае республика Башкортостан как минимум приобретает актив. Судя по всему, все-таки актив этот приобретается на достаточно выгодных условиях. Я пока не могу утверждать точно, но все-таки сумма 43, там, 47 тысяч за квадратный метр для современного здания, которое имеет перспективу коммерческого использования, это достаточно неплохо. Есть и контраргументы. Сейчас кризис, бизнес в упадке, спрос на офисные помещения и прочие такие активы, прямо скажем, снижаются. Это контраргумент против данного действия. Но я остаюсь на своей позиции. Я полагаю, у меня достаточно консервативная позиция в этом смысле. Купили какую-то вещь, в крайнем случае можно и продать. В принципе, конечно, срок окупаемости, тот, который есть у меня в расчетах, вот этого бизнес-центра, он, конечно, чудовищно велик. Я не думаю, что республика намерена просто окупить за счет аренды и прочих вещей. Я думаю, что тут есть более сложные мотивы, в том числе и мотивационные, и, может быть, тут какие-то можно включить ресурсы инвест-привлекательности и прочих вещей. Но это все будет зависеть от креативности, способности правильно мыслить наших ведомств. В первую очередь, это, наверное, госстрой и Министерство промышленности, которые, может быть, все-таки возьмутся за ум и начнут что-то предлагать умное. Ну, завершая вот эту часть обсуждения, хочу сказать, что, в принципе, покупка здания – это неплохо. Резюмируя ситуацию, скажу, что, на мой взгляд, схема решения проблемы жилищного комплекса «Серебряный ручей» с привлечением государственных средств от продажи вот этого бизнес-центра, с привлечением кредитных средств, которые, даст Бог, выделят банк и схема заработает, вполне жизнеспособна. Но расслабляться не надо, в том числе и дольщикам. Дольщики должны пристально следить за тем, как реализуется этот процесс. Расслабляться не нужно и государству, которое должно пристально следить за тем, как будет идти этот процесс. Ну и, собственно, нам тоже расслабляться не надо, и мы тоже будем следить за этим процессом. К счастью, по Серебряному ручью решение проблемы лежит в плоскости договоренности между дольщиками, между государством и застройщиком-собственником. И, к несчастью, подобных рецептов, к сожалению, нет для многих других жилищных комплексов, которые попали в беду вот этого долевого строительства. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, Миловский парк. И вот проблема Миловского парка все больше и больше будет контрастировать с проблемой Серебряного ручья в ближайшем будущем, потому что в Серебряном ручье проблема будет решаться, а в Миловском парке она будет стоять на месте. И тут, конечно, нужно включать максимально тот креатив, который остался у команды Хабирова. Может быть, будет все-таки найдено какое-то решение, хотя я, например, пока себе не представляю, что можно сделать в Миловском парке на данный момент. Миловском парке на данный момент.